Я так расстроился, когда Ефим сказал, что вот один из первых сериалов, вот с Клифосовской, которым он снимался. Евклид, прости, я забыл про первый свой сериал. Нет, не сначала. Я просто прошу прощения перед Евклидом, потому что я забыл сериал, в котором нас жизнь познакомила. Не наш первый сериал. Всё, Виолетта, не наш. Евклид. Ну, да, это было, ну просто это было на 20 лет раньше. Да, это было на 20 лет раньше. Я не родилась. Да. И я хочу рассказать о своих воспоминаниях. И о своей дружбе с Ефимом я всё время благодарю и вспоминаю продюсера Вячеслава Муругова. Он пригласил в этот сериал, это была такая пародия на последнего героя. И Ефим играл там главную роль. А мы, это было, да, лет 20 назад. И, значит, очень долго утверждался бюджет. Фильм должен был сниматься летом. Ну, в общем, так долго утверждали, что всё, что должно происходило у моря в плавках и в купальниках... Ноябрь. Ноябрь месяц у моря в городе Туапсе. Те же плавки, те же купальники, только плюс 5 градусов. Вот. И Ефим играл главную роль вот этого ведущего, которого запускали на парашюте. И, значит, на парашюте он застревал на дереве. И, в общем-то, очень много диалогов было. Ефим висит с парашютом на дереве, ничего сделать не может. А мы, значит, над ним издеваемся. И вот мы снимали утро, потом настал обед. А снять Ефима с дерева, а потом опять повесить, это потерять целый день. Поэтому Ефим висел на дереве. Болочи, точно, они пошли жрать. Мы над ним издевались. А меня в парашюте оставили на четвёртой ветке сверху. А эти есть пошли, точно. А мы ходили есть, мы шутили, мы потом ему предлагали, кидали что-то, какие-то фрукты. Но я ему ещё очень благодарен за ночную съёмку. Наступила ночь, где, вы понимаете, температура ещё больше упала на улице. И вдруг Ефим достал бутылочку коньяка. И вот этот коньяк спасал всех молодых артистов. Ты только забываешь, что пятым зублю немножко с текстом были проблемы. Проблемы большие. Всем стало тепло, но с текстом были проблемы. Уйф, ты лидер. Да, человек вообще практически не пьющий. Но ты же всё время хочешь себе подогреться, подогреться изнутри. И в итоге это превращалось, и потом рождалось очень много шуток, юмора. И мы, в общем-то, досняли этот сериал, который, может быть, скоро и повторят. Ефим, дорогой, за тебя я очень тебя люблю, признаюсь на всю страну и безумно рад нашей дружбе. За Ефима. Я тоже приготовил подарок в качестве песни от Михаила Танича и Владимира Шаинского. Песню все знают, поэтому все подпевают. «На дальней станции сойду». На дальней станции сойду. Право по пояс. И хорошо с былым наедине бродить в полях. Ничем не беспокоясь. По Басильковой синей тишине Бродить в полях ничем, Ничем не беспокоясь. По Басильковой синей тишине На дальней станции сойду. Запахнет лёда. Живой воды попью у журавля Тут всё моё. И мы, и мы отсюда рода И Басильки, и я, и тополя Тут всё моё. И мы, и мы отсюда рода И Басильки, и я, и тополя На дальней станции сойду. Необходимо С высокой ветки в детство загляну Ты мне опять позволь Позволь, мой край родимый Быть посвященным в эту тишину На дальней станции сойду Трава по пояс Сойду в траву, как море босиком И без меня обратный скорый-скорый поезд Растанет где-то в шуме городском И без меня обратный скорый-скорый поезд Растанет где-то в шуме городском Растанте сойду